Добрый день, уважаемые наши зрители! Мы снова в студии, и сегодня у нас в гостях Люда, приехавшая к нам с семьёй из белорусского города Бреста. Здравствуйте, Юлочка! Здравствуйте! Приятно вас видеть. И, пожалуйста, ну давайте мы с вами начнём. Расскажите о вас, о семье, о том, что же вас сюда привело, собственно, о каких проблемах с вашим ребёнком, в общем-то, вы столкнулись. Приехали мы по поводу аутизма у младшего сына. Моему сыну Диме 10 лет, диагноз поставлен с 3 лет, то есть уже 7 лет мы этот вопрос решаем. Скажите, пожалуйста, а до 3 лет что-то было, или это появилось вдруг, или просто внимания обращали, или что-то как бы вот было, но считали, что это вот... Что было до 3 лет? Знаете, Аркадий, я задавалась не раз себе этот вопрос, могла ли я отследить какие-то моменты, пересматривала видео детское, потому что пока не случился регресс, ничего заметно не было. Ребёнок уже третий, то есть есть опыт, и я видела, что он, ну, может быть, чуть-чуть отличается от типичных детей, но списывала это на особенности. Каждый ребёнок особенный. Пересматривала видео и заметила буквально пару моментов, которые могли бы служить маркерами диагноза. Но в общем целом до 3 лет он вёл себя как обычный ребёнок. То есть, да, не было ещё самообслуживания в плане туалета, но разговор уже начинался. Может быть, слишком самодостаточный был, кое-где не самостоятельный в некоторых моментах. Но это ещё всё в пределах нормы, как бы на мой взгляд, было. А в 3 года примерно, чуть позже начался активный регресс, начались такие процессы, которые меня очень испугали. Вот, потому что это... Ну, забыл все слова, которые знал. Вот. Он перестал смотреть в глаза. Начались истерики, как казалось, без причины и без повода. Не только днём регулярно, но и ночью. То есть, ну, как бы все формы тяжёлого аутизма, как мне потом врачи говорили, налицо. Ихажбана на носочках, и страхи, и панические атаки, и стереотипия жуткая. То есть, это был такой кошмар, как бы... Ну, и пошли по врачам, говорите, да, что... Не сразу нам поставили диагноз, нам пришлось... Где мы только не были, если честно. Меня, видя в каком я состоянии была, врачи боялись мне озвучивать, что это возможно аутизм. Вот. Наши, по крайней мере, врезки диагноз поставили нам в Минске. На Янке-Лучины психоневрологический диспансер. Мы прошли по всем специалистам, нам дали заключение, что всё-таки аутизм. Вот. И? Ну, и начались поиски решения. На тот момент, 7 лет назад, проблема была ещё не настолько актуальна, как сегодня. И информации было практически ноль. То есть, я искала, всё, что я находила, она была очень противоречивой. Каждый специалист говорил что-то своё, иногда противоположные вещи. Вот. То есть, даже слышала такое, что бесполезно отдавайте в детский дом, потому что вы ничего с этим не сделаете. Ну, и как был настрой? Как можно отдать свою детью в детский дом? Это же своё родное. Ну, я не конкретно там скажу именно про детский дом. А вот такое вот состояние... Состояние жуткое. Первая стадия, я думаю, через неё проходит каждый родитель. Это паника, это поиск виноватых, это ужутчайшая депрессия. Ну, это очень тяжёлое состояние. Люд, я, может быть, задам некорректный вопрос, но я люблю задавать такие провокационные вопросы. Вот паника, поиски виноватых и так далее, и так далее, это было в семье, это как-то сказалось? Нет, это я говорю лично про своё состояние. Семья, наоборот, сплотилась, скажем так. То есть не было такого, что вот ругань. Я искала причину, почему у меня такой ребёнок. Ну, это где-то элемент самоедства такой. Да, он всегда присутствует, где что я сделала не так, но я поняла, что чувство вины, оно абсолютно здесь лишнее. То есть диагноз я не принимала некоторое время, я сопротивлялась и внутренне, и внешне говорила, что вы не правы, врачи. Потом всё-таки пришлось... Да, это потеря времени. Да, да. Вот это услышьте, пожалуйста, те, кто нас сейчас слушает, и обратите на это внимание, потому что это потеря времени, это то состояние, которое, в принципе, мешает принятию правильного решения. Да, 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 это потеря времени 100%. Я достаточно быстро через это прошла, и понимаю, что когда ты диагноз принимаешь, тогда уже начинается путь к исцелению, к выздоровлению, поиск решения. Пока ты не принимаешь, состояние мама чувствует ребёнок, и это очень важный фактор, потому что я потом наблюдала, насколько моё внутреннее состояние влияет на состояние ребёнка. Вот ещё раз призываю к тому, чтобы нас услышали, мы всё время говорим о контакте, о влиянии, даже не влиянии, контакт, наверное, а о существовании единого целого мать-ребёнок. И ещё раз, да, наверное, уже в сотый раз звучит на наших интервью, на наших разговорах такое направление о том, что почему мы лечим взрослых тоже, почему речь идёт о лечении семьи. Потому что невозможно разорвать состояние, отделить состояние ребёнка от состояния матери и наоборот. Да, Люда, вот это ощутила на себе, да? Это очень важно, это архиважно. По большому счёту, большинство результатов по решению вопроса со здоровьем у ребёнка, у меня получилось засечь именно через работу над собой. То есть, когда я сбалансирована, когда у меня нет груза эмоционального, который я вешаю на ребёнка, ему гораздо проще проходить ту терапию, которую он проходит, и результаты гораздо выше. Это я чётко отследила. И вот столько времени, и, в принципе, давайте вот вернёмся, приблизимся к той ситуации, в которой мы сегодня. Вот как вы и почему вы остановились на нашем центре, как вы познакомились с Давидом, вот как вы к этому пришли, и, имея такой опыт, ну, большой, да, наверное, вот всех вариантов, которые вы за эти годы перепробовали, вот чуть подробнее, почему вы всё-таки остановились на нашем центре, что вас привлекло, и самое главное, наверное, такой большой вопрос, мы его разобьём на честь, оправдались ли ваши надежды, ожидания, и вот чуть поподробнее об этом, если можно. Хорошо. Ну, как бы с Давидом и центром Гордовит я знакома уже несколько лет, вот, то есть общались активно, возможности приехать в начале нашего знакомства финансового у нас никакой не было, плюс, я так понимаю, ещё мы с Володей не, ну, Володя, это мой муж, не прошли тот путь, который нам предназначено было пройти, потому что у нас очень многое поменялось в мировоззрении, диагноз сына очень большим стрессом послужил, и это был такой толчок к развитию, то есть мы смогли очень многие вещи пересмотреть, понять, изменить, и вот сверху открыли нам дорогу, бедно, раньше не было возможности. Вот, и толчком послужило результаты и отзывы, изменить, и отзывы моих хороших знакомых и одного близкого друга, который побывал у вас. Вот, ну, это обычно человеческое, когда кто-то из твоего круга доверия говорит, важно ли тебе вещи. Ну, здесь это как бы толчок к тому, чтобы, ну, вызвать где-то, может быть, любопытство, где-то попробовать, но ведь очень важен момент, когда вы сами, сами верите, причем, как я понимаю, здесь поверить нужно было не только вам, но и мужу, потому что это единое, и без, как бы, семейно принимаете решение. Вот, так вот, что послужило вот тем фактором, что вы вот поверили, доверились, и стали работать с Давидом и с нашим центром. Ну, как бы, все вместе, время пришло. Честно говоря, я мечтала сюда приехать все пять лет. Ну, не получалось, не было возможности. А почему? Что? Ну, просто любопытство или просто вот желание? Нет, желание помочь сыну, потому что диагноз сложный. А почему вы думали-то, что это поможет? Вы столько прошли до этого. Вы знаете, у меня была такая стратегия. Мы ездили с сыном везде, где только я могла достучаться. Сколько мы центров не проедем, сколько специалистов. Не все специалисты помогали, не все были эффективны, но большинство поездок оправдывали себя, и у Димы были результаты. То есть, по словам, отзывам Юсефы, то, что она видит на сегодняшний момент, она сказала, что мы с семьей большие молодцы, и с тем диагнозом, с которым Дима приехал, в таком отличном состоянии, как он находится, очень редко какие дети находятся. Так вот, к чему я веду-то все время, что вот есть результаты, были хорошие и так далее. Почему наш центр, что кардинально вот вас сюда... Потому что этот центр дает не просто результаты, не просто шаг вперед, этот центр дает... Я лично на опыте увидела и знакома с людьми, которые сняли диагноз. То есть, в Беларуси, как во многих других странах диагноз аутизм неизлечим, по большому счету, и как бы получить исцеление и документально снять диагноз, чтобы это подтвердилось комиссией и выдали документ, что твой ребенок здоров. Но это я не знаю, это из области чуда. Я видела на своих глазах, вот уже будучи здесь, мы несколько семей находимся здесь, и каждый день общаемся. Я вижу этих детей, какие они приехали, и по сечении 10, 12, 20 дней, какие они становятся у меня на глазах. Вот, я вижу по своему ребенку динамику. Я здесь получила столько важной, нужной для меня информации и понимания процессов, которые раньше мне не складывались в такой четкой картины по диагнозу ребенка. И куда дальше идти, и что с этим делать. И вот я чуть-чуть еще раз задержусь на таком факте, потому что этот факт принципиально отличает наш центр, ну, скажем, нашу позицию, принципиальную позицию в работе с такими детьми, с семьями, где есть такие дети, по сравнению с другими, когда вот речь, Люда, я просто повторю, уточню, да, то, что сказала, речь идет о полном излечении, скажем, от того, что считается невозможным излечить. Вот, да, я правильно сформулировал то, что сказала. Ну, и давай тогда немножечко поподробнее вот о том, что же все-таки конкретно в Диме изменилось за время пребывания в центре, за время общения с Давидом дистанционно, вот за время вашего, ну, три недели, да, вы здесь? Да. За время вашего пребывания здесь, вот реально, и у ребенка, и у вас. Вот мы сейчас сделаем небольшой перерыв, вот, как бы, есть время, вот, обобщить это, и вернемся после небольшого перерыва в студию и к этому вопросу тоже. А пока, значит, до следующей встречи. Скоро мы увидимся вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин